Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет снова небольшой влог. Сегодня мы ездили снова на пляж, но чуть дальше, чем я вам показывала в предыдущем видео о пляже, скажем так, на Финском заливе. Сегодня мы поехали в Солнечное, по-моему, это поселок Солнечное, то есть за городом Сестрорецка. Тоже очень хороший пляж, очень хороший там подъезд, все очень красиво, замечательно. Нам все понравилось, я вам сейчас вставлю небольшой кусочек, где я снимала это место. Солнечное, по-моему, это место. Нам там, конечно, очень-очень нравится. Я, как вы видите, немножко обгорела, вот, ну, просто потому, что я очень люблю загорать, я люблю солнышко, вот. И плюс еще, когда ты постоянно с детьми, то, ну, за ними ходишь там, то туда, то сюда, и, конечно же, большую часть времени проводишь на Солнце. Пробыли мы там совсем немного. Почему? Потому что там была жутко холодная вода, и я не знаю, насколько это просто какой-то кошмар. Я не знаю, что произошло, вроде бы у нас не было никакого там, никакого там урагана или чего-то такого не было. Может быть, течением просто как-то занесло, и вода стала немного соленой. Вот, вообще, для нас это очень странно, чтобы в Финском заливе была слегка соленая вода. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, потому что мы уехали дальше Андамбы, и там она более соленая. Ну, в общем, не знаю. Но она была настолько холодной, что, когда вы заходите в воду, вот там, где у меня бегали дети, около самого берега, там вода на самом деле нормальная. То есть, она, ну, нагрелась солнышком, да, и детям было там достаточно комфортно. Но чтобы пойти поплавать, то есть, чем глубже туда заходишь, тем просто вот как будто обжигает кожу, даже настолько она прям ледяна. Вот, поэтому мы с мужем особо не плавали, вот я, и, соответственно, я обгорела. Вот, ну, детки зато очень хорошо преизвелись, там действительно ощущение как на море, очень классно, нам всем очень-очень понравилось. Ну, и сейчас я вам также покажу мое питание за сегодняшний день. Я снимаю уже вечером, может, поэтому такая сильно красная и кажусь на камеру, потому что солнышко уже заходит. Так что давайте перейдем к сегодняшнему питанию за весь мой день. Музыка. 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 И также хочу ответить на еще один часто задаваемый мне вопрос по поводу похудения. Это об уходе за кожей тела во время похудения, во время похудения, после похудения. Но чаще всего мне пишут девушки, у которых уже что-то произошло с кожей, то есть она уже как бы подвисла, скажем так, провисла. Я не знаю, как это правильно назвать. И девушки, естественно, девушки, женщины в панике и спрашивают у меня совет, что же делать. Ну, во-первых, я могу сказать, что за кожей нужно ухаживать. Девушки, женщины, которые начали сейчас худеть, вот прямо сегодня идите и ухаживайте за своей кожей. По-другому просто на самом деле не получится, невозможно, вот там, я не знаю, раз в неделю помазаться каким-либо кремушком, не важно, сколько он стоит, да хоть 10 тысяч рублей, это все равно не поможет. Уход должен быть постоянным. У меня, как только я заметила, что кожа становится такая более дряблая, скажем так, более такая, знаете, вот, то есть не упругая, да, а такая вот как бы, как такая желеобразная становится у меня тело на животе, там даже на руках, на ногах. Я сразу же начала интенсивно пользоваться различными кремами, маслами, массажами и так далее и тому подобное. И видео об уходе за своим телом, я думаю, вы его многие посмотрели, но на всякий случай я оставлю ссылку под этим видео, обязательно там пройдите, посмотрите, там я рассказываю, ну, скажем так, подробно, что я делала со своей кожей. Почему я не говорю о каких-либо продуктах? Потому что я использовала огромное количество продуктов, и я могу посоветовать только одну марку, от которой я действительно увидела хороший результат, это марка Калистар. Из этой марки я очень сильно люблю крем для области живота, который именно для похудения. Там есть, по-моему, ночной и обычный, вот я беру и такой, и такой. Сейчас как раз очень сильно жду скидок в магазине Литуаль 50%, чтобы купить там по более, менее адекватной цене. Также я очень рекомендую там крем, такой он антивозрастной для тела, для как бы женщин там, по-моему, 50+, или что-то такое. Я им тоже пользовалась, я его наносила где-то, ну, раза 2-3 в неделю, это точно, на ночь. Он очень хорошо впитывается, он такой достаточно плотненький. На лето, наверное, он не подойдет, я им в основном пользуюсь зимой, но вот покупала уже раза 2 или 3, и мне он очень нравится. Он действительно придает такую упругость коже, такую, не знаю, вот, ну, такое вот очень хорошее состояние дает коже, очень мне нравится, но я всегда дожидаюсь 50% скидок, потому что, ну, и так, ну, я считаю, что это, конечно, очень дорого, но это стоит того. Но опять же, это, вы должны понимать, что это просто уход. То есть эти средства, они как бы, если вы будете использовать их постоянно, на постоянной основе, делать себе скрабы, делать, не знаю, растирание кожи, делать какой-то минимальный хотя бы массаж, то есть хотя бы просто массажными движениями втирать крем, скажем так, в свое тело, то вы увидите эффект. И эффект подтянутого тела, ну, более или менее подтянутого тела я увидела только тогда, когда пошла в спортзал, когда стала ходить в бассейн, когда стала ходить в тренажерный зал. Об этом я в ближайшее время обязательно сниму видео, расскажу о том, как я начала, как я себя мотивирую и так далее, более-менее подробно все о спортзале. Сейчас я не хожу уже, получается, два месяца, но я купила уже себе абонемент, так что буду уже, начиная с августа, снова ходить. Может быть, у меня будут не такие интенсивные тренировки, потому что у меня дома останутся дети с моей мамой, и, конечно, я уже не смогу так сильно расслабляться, как раньше, но все-таки обязательно-обязательно буду ходить. И поэтому, девочки, ну, это ежедневный уход. То есть, понятное дело, что если вы худеете там на 30-40 килограмм, да, даже 20 килограмм, но понятное дело, что кожа, тем более если резко худеете, да, там за пару месяцев, я не знаю, за полгода даже, кожа, конечно же, не успеет подобраться. И, соответственно, чем мы старше, тем более, как бы, более медленнее кожа будет восстанавливаться. Но все-таки я считаю, что все поправимо, терпение и труд все перетрут. Это самое главное. Но нужно прямо ухаживать каждый день. Вот вы начали худеть, и вот просто каждый день, да, мне кажется, даже для тех, кто не начал еще худеть, вообще для девушки, женщины ухаживать за своей кожей, это, ну, очень-очень важно. Я думаю, ваша кожа через какое-то время скажет вам спасибо. Опять же, по поводу, вернусь к средствам по уходу за кожей тела, да. Здесь, я считаю, нужно выбирать уже по, не знаю, по тому, что вам подходит, да, для кожи. Какие именно продукты вы любите, там, более жирные или более легкие. Потому что я, например, люблю такие крема прямо жирные, знаете, прямо такие вот, чтобы нанес на кожу, кожа прямо светилась. Вот я люблю такие средства, да, кто-то не любит. Я спокойно отношусь к ощущению пленки на коже. То есть для меня это как бы, ну, нормально, комфортно. У меня кожа сухая, на теле в том числе, и поэтому я, конечно, выбираю такие более жирные, более плотные кремы. Девочки, начинайте за собой ухаживать, ухаживайте, любите себя, любите свое тело, и я думаю, что все будет хорошо. Если кожа уже совсем обвисла, да, совсем потеряла упругость, тонус, честно признаюсь, я не знаю, что в этом случае делать. Потому что я начала ухаживать за кожей, когда только-только увидела, что вот что-то уже идет не так, и я принялась интенсивно за кожей ухаживать. И делаю это по сей день. Может быть, уже не так интенсивно работаю с массажами, да, но все-таки ухаживаю каждый день и вижу достаточно хороший результат. Так что вот такое вот у меня было на сегодня небольшое видео, ответила на один вопрос. Я надеюсь, оно вам было полезным и интересным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok